дорогие мои друзья подписчики и гости моего канала хочу вас сразу предупредить что это видео не для профессионалов не для профессионалов своего дела и прошу вас не писать комментарии наподобие нафига это видео сделано да каждая все это сумеет сделать это вообще плевое дело до соглашусь с вами дело как бы плево если вы умеете это делать но есть же люди которые не умеют это делать может быть как его правильно выразиться просто может никогда не делали может быть сумеет они делать но не знают как или просто на самом деле не умеют делать и ну есть же такие люди и сейчас такое время что даже просто обычными такими треймерами пользуются женщины мужиков у него хозяйстве нет и они принципе даже вот элементарно не знает как шпулю поменять не то что говоря о просто о кожухе да сегодня тема замене кожуха триммера защитного кожух триммера вот у меня произошла такая проблема что вот с этой стороны вот здесь как бы стоит отрезной нож вот он обрезает леску то есть леска если когда вот шпуле и удаешь по земле она немножко удлиняется она лишнее вот это обрезается ну время конечно прошло есть усталость у металла и здесь скорее всего была усталостью пластмассы и оборвало вот эту часть принципе ворвало здесь такой вот нож на установлен нож и видите вот просто леска одна длинная стала вот и она не обрезается приходилось не и обрезать кусачками но мне это надоело решил я заменить вот кожу защитный уже я его снял этот защитный кожух вот сейчас триммер выглядит именно вот так вот ну для работы понадобится ключ на 8 или головку на 8 вот так вот головку ну головку на 8 ключ на 8 и шестигранник на 4 на это вот и минуту на данный момент который у меня сейчас на 3 именно данный триммер возможно у вас уже другие крепежи не могу сказать ну именно да на данный триммер этот триммер у меня с двенадцатого года и этот защитный щиток тоже с двенадцатого года и вот такая вот у меня поломка и ни разу я его не снимал двенадцатого года на дворе уже 2021 год почти 10 лет прошло 9 лет и вот иные просто проблемы были со снятием этого кожуха а проблем в чем потому что уже все все соединения уже как бы заржавели естественно они работают в агрессивной среде вот здесь код когда я откручивал есть просто болт оборвало сломался болт на короткой зиба может возможно куда-нибудь еще и пригодится здесь вот видите вот пришлось воспользоваться болгаркой исключительно крутил скрутился уже грани у шестигранника сбились здесь вот головка вот под шестигранник здесь у Andrew Roll10以x бились и вот уже пришлось им воспользоваться болгаркой ну другие болты более меня открутились хотя Вот я их предварительно смазал маслом Потом через некоторое время опять почистил щеткой металла И плюс опять же смазал маслом Начал откручивать Вот некоторые открутились, некоторые не удались Ну пришлось для снятия воспользоваться болгаркой Ну для установки нового щитка Естественно сначала надо его купить Вот такой новый щиток Пускай даже не в цвет Пускай он красный, но он новый Он правильный, называется сейчас в побирке Защитный кожух для триммера Варяг 28 миллиметров Ну 28 миллиметров, скорее всего здесь имеется ввиду Вот этот диаметр штанги Я как бы внимания на это не обращал У меня диаметр штанги 26 миллиметров Ну плюс еще вот К этому идет вот такой комплект Скорее всего 28 миллиметров Имеется ввиду вот на это На крепежное устройство, которое крепится Здесь оранжевый, здесь красный Вот на эту штангу Ну у меня, я говорю, повторяйте, у меня 26 миллиметров Она мне не нужна Мне в основном нужен кожух В принципе вот здесь вот установочное место Для кожуха Оно Идентичное старому Кожуху Ну что в комплекте, а? Повторяйте, в комплекте Вот, ну давайте просто покажу, что я вывожу сразу Чтобы Понадобилось Потом мне Нож Вот он нож Вот такой нож был установлен Вот На кожухе И вот рвало Плюс еще Вот здесь вот Эти вот Крепежные Болты Крепежный элемент Как говорится Раз, два, три, четыре, пять, шесть Шесть болтов Шесть болтов В принципе, а для чего они им не нужны Я думаю, они Мне не понадобятся Мне понадобятся именно Четыре болта Плюс Вот этот вот нож Вот этот нож Устанавливается Именно вот здесь вот На это посадочное место Вот таким вот образом Вот Сбоку я показываю Вот То есть широкая часть Видите вот Само посадочное место И широкая часть Вот как бы сюда вот Должна уходить Вверх по кожуху Вот так вот Потому что если мы установим вниз Или естественно Он будет установлен неправильно И будет он задевать за землю Он устанавливается вот так вот Почему-то я в крепеже Увидел Всего один Саморез На установку Этого ножа Для крепления этого ножа Ну я как бы нашел Свои саморезы Хочу попробовать Закрепить На свои саморезы Надеюсь что это будет Намного крепче Они просто подлиннее Вот Надеюсь Глубины Отверстия хватит Саморез закручивается легко Это мой саморез Не из крепежей Так Щетку я уберу Просто Чтобы мне мешало Это Мой саморез Не из крепежей Да Вот Еще нашел Один Саморез Вот Пример Вот Такой длины И закручиваю Сюда же Не надеюсь Я на этот саморез Хоть он И такой Толстенький Но короткий Не очень Мне он нравится Я лучше Воспользуюсь своими Они как-то Более так Плотно заходят В отверстие И на большую глубину Естественно Они держать Будет лучше Все Вот Закрутил Вот так вот Сейчас выглядит Сам защитный кожух Да Защитный кожух С отрезным ножом Да В этом крепеже Тоже Гайки Подключена 8 А головка Болта Тоже Подключена 6 Под 6 Стигранный ключ На 4 Здесь вот И будем Мы Устанавливать Этот кожух На место Именно вот здесь Вот в этом месте Поломка у меня Произошла Немножко Установил сваркой Не стала Зачищать Пускай Не помешает Вот здесь Естественно Пока сейчас Болт ослабленный Потому что Немножко при сварке Увело Сейчас я буду Кожух Устанавливать На это место Закреплю Потом уже Здесь закреплю Да Кожух Немножко По отверстиям Не подходит По размеру Естественно Это заводской Здесь Вот это Отверстие Как бы меньше Чем Вот на заводском Сейчас я Увеличу И у меня Все здесь По отверстиям Подойдет Ну вот и все Здесь вот У меня просто Были Буртики Я их Вот убрал И у меня Все сейчас Вообще Идеально Подходит Прям полностью Вот если видно Все По отверстиям Все хорошо Подходит Попробую Сейчас нагнуть Вот так Садиться И вот На подверстие Он подходит Так Друзья Хочу вам Посоветовать Если кто не знает Опять же Не для профессионалов Чтобы у вас В дальнейшем Не было проблем При замене кожуху Возможно Кожух Все равно Понадобится Менять когда-то И чтобы у вас Резьбы Хорошо Сохранились И потом Все болтки Хорошо Откручивались Да Кстати Здесь Размеры Разные Болтов По длине Но мы Воспользуемся Короткие Да Короткими Четырьме Воспользуемся Да Чтобы у вас Хорошо Сохранились Резьбы Постарайтесь Где-то Если есть Возможность Найти Мазут Прям целиком В мазут Окунуть Резьбу И Потом Завернуть Гайку Вот я сейчас Намазал Мазуту Резьбу Ну просто Намазал Все Элементарно Намазал Взял Гвоздем И намазал И все И вставляю В отверстие Потом уже В кожух Ребята Знаешь что Прикол В комплекте Положили Вот такие гайки Вместо Вот таких Шайбочек Я думал В чем проблема Он не затягивается А здесь Гайка Шайбочка Совместно Вот так Что Когда будете покупать Смотрите Что именно Вот такие гайки Шли И я Эти гайки Сейчас Возьму Сто старого Защитного Кожуха Какие Мне остались Остальные Наверное Мне придется Сейчас Просто Искать Шайбочки Если я Таковые Найду Ничего страшного Воспользуюсь Вот такими Широкими Полями Шайбочки В общем Мазут Такая Классная Штука Которая Вообще Водой Не смывается По крайней мере Очень трудно Ее смыть Всегда Кому Он там Семер Ремонтировал Вазовскую У себя Была Семерка Шаровые Только так Вот и делал Смазывал Резьбы Мазутом И они Потом Очень хорошо При замене Откручивались Не мучился При откручивании Вот Резьба Сохраняется Ну В принципе Так же Смазывать Лучше Где Нет Определенного Нагрева При работе Ну Где Определенный Нагрев Я Просто Использую Графитную Смазку В общем На этот Мазут Грязь Налипнет Грязь Пыль Покроет И все И все Резьбы Весь этот металл У вас будет Под защитой Потому что Сам триммер Работает В агрессивной Среде Сами понимаете Трава Грязь Вот этот Ее сок Естественно Это кислота Определенного Рода Все это Разъедается Если сразу Не помыть Все это Быстрее Происходит Разъедание Металла Металл В любом Случа Разъедается И поэтому Вот Можешь получить То Что получилось У меня При снятии Старого кожуха Я вас уверяю Мазут вам Поможет В этом Сколько раз Я в этом уже Убеждался Что Мазут здорово Помогает В сохранении Резьб Болтов Гаек При работе В агрессивной Среде Ну и где Открыть резьбу Можно еще Прямо Мазануть Мазутом Я вообще Не заморачиваюсь Если его Больше Лишнее Потом Все это Собьет Старовой И с этой стороны Где этот Шестигранник Ходит Прямо Тоже Мазануть Можно Ну вот Как-то Так получилось Теперь У меня И Грани Для Шестигранника И Сами Сами Резьбы Под защитой Ну плюс Еще Кожух Установленный То есть Видите Вот Нож Функцию Обрезания Выполняет Интересно Но Обрезки Лески Под ударом Она Обрезается И Определенной Длины Все Как видим Кожух Установлен Так Смотрите На комплектацию Чтобы шли Или Дополнительные Шайбы Где Когда будете Кожух Крепить Сюда Когда Гайки Закручиваются Или Гайки С шайбой Которую Вы уже Видели Которую Я показывал Ну На этом Все Кому Видео Понравилось Ставим Пальцы Вверх Пишем Комментарии И Кто Еще Не Подписан На канал Подписывайтесь Всем Желаю Успеха Всем Пока Пока Субтитры